Здравствуйте! В эфире снова программа «Бизнес-среда». Сегодня наш выпуск будет целиком посвящен 9-му межрегиональному форуму стратегии практика успешного бизнеса, который недавно прошел в городе Чебоксары. Традиционно наибольшее количество участников собрала пленарная часть. Именно на этой площадке обозначается весь спектр вопросов и проблем, актуальных для бизнеса. Проблема качества – ключевой аспект, касается абсолютно всех сторон жизни и абсолютно каждого. Это осознают, пожалуй, все участники 9-го межрегионального форума. Это более 500 человек из разных регионов страны. Тенденция в мире такова, что качество жизни меняется, а вместе с тем растут запросы людей, подчеркивает в приветственном слове глава Чуваши Михаил Игнатьев. Государственная политика направлена на сегодняшний день в создание благоприятной среды для тех производителей, которые на самом деле производят качественные товары или продают эти услуги. Можно сказать, и это в сфере образования, в сфере здравоохранения. В особенности эта тема актуальна на сегодня и в среднесрочной и долгосрочной перспективе в сфере жилищного и коммунального хозяйства. На пленарном заседании бизнесмены, чиновники и эксперты обозначают болевые точки на пути к качеству. Тема одинаково звонко звучит как в российских регионах, так и в зарубежных странах. К примеру, в Японии, где сделано многое в области качества. Но жители страны восходящего солнца лишь выглядят счастливыми, признается участник форума Хамана Митихиро. Сейчас в нашем рынке, в нашей жизни идет очень жесткая борьба с унижением себестоимости. Уже больше 10 лет в экономике Японии происходит процесс дефляции. Но, наверное, вам очень трудно представить себе вещь такой дефляции. Постоянно снижаются цены. Практически все цены. В первую очередь зарплата. Постоянно снижайте себе стоимость. Иначе ты не можешь выжить в этой жесткой конкуренции. И с другой стороны поддержать уже превратительный уровень качества. Словом, качество становится всемирным полем конкуренции. С него должен начинаться любой бизнес-процессы в России. Абсолютно для всех это должно стать ежедневной заботой, чтобы остаться в строю и надолго, уверены эксперты. Если говорить о качестве жизни в России, в общем-то динамика положительная. То есть мы перешли на 66 место. Медленно, но, в общем-то, верно мы продвигаемся из 142 мест. Уровень жизни – это фактически экономическая составляющая качества жизни. Мы тоже здесь двигаемся вперед. В общем-то, 59 место из 110 стран. Тоже неплохо. Но при всем при том, статистика по уровню жизни населения, ну вот, вы все видите, она показывает достаточно критические показатели. Проблемы и перспективы в сфере качества участники форума обсудят на нескольких площадках. Как создать бережливое производство, улучшить работу властей и целых отраслей. Вот только некоторые заявленные темы. В качестве экспертов выступят представители различных институтов страны, специализированных центров, Роснано и не только. По традиции, в рамках Дня качества награждают лауреатов конкурса. Вручают знак марка качества. Премию главы Чуваши в области социальной ответственности получает и комбинат автофургонов. Наверное, это еще дополнительная ответственность нас накладывает, что в дальнейшем поддерживать этот уровень и постоянно его повышать. Форум завершится экскурсией по предприятиям, которые успешно внедрили системы менеджмента качества. Одно из приоритетных направлений сегодня – это внедрение стандарта обеспечения благоприятного инвестиционного климата. Напомним, что согласно поручению президента России Владимира Путина, стандарт стал обязательным для всех регионов страны. Обсуждение тактики и стратегии участники форума посвятили отдельное заседание. Необходимые условия для внедрения стандарта – соответствующая подготовка сотрудников городских и районных администраций, ответственных за привлечение инвестиций. Именно с этой целью Минэкономразвитие совместно с Агентством стратегических инициатив провело обучающий семинар по вопросам внедрения регионального инвестиционного стандарта. От того, как вы будете работать, от того, как вы будете представлять те данные, зависит от успеха нашей республики. Руководитель экспертной группы ОСИ в Чувашской республике Владислав Семенов рассказал о том, как внедряются стандарты в муниципальных образованиях. Будут предоставлены льготы, большие льготы, вновь созданы предприятием в ряде пилотных регионов. Вот у нас с вами есть все шансы, чтобы войти вот в эту программу. Вот сегодня за результатом вот этого семинара тоже следят в Москве, и они попросили потом обязательно вот всю вашу обратную связь им передать, что именно нужно вот снизу. Один из гостей форума, директор некоммерческой организации «Японский центр» в городе Нижний Новгород, Митихиро Хамана, поделился с присутствующими опытом взаимодействия с иностранными инвесторами. Кроме того, весьма подробно рассказал о мерах, необходимых для повышения степени доверия иностранных инвесторов к региону. Культура бизнеса, человеческие отношения – это довольно-таки важный момент. Иногда мы вот организуем бизнес-семинар с названием «Бизнес-протокол», «Бизнес-япония». Многие бизнесмены, российские бизнесмены, у них такая вот идея фикс, что с японским бизнесом очень трудно общаться. Сначала 10 раз поклониться, и потом визитское обменение. И вот задаем вопрос, ответа нет, да или нет, они говорят. Но если так, немножко не так, но если так, то вам очень тяжело. Если, как вы ведете бизнес в среде, и так иностранные инвесторы ведут себя, это очень легко. Или наоборот, иностранные инвесторы смотрят вас, практически одинаковая какая-то бизнес-культура. Это прекрасно. Это тоже они очень-очень надеются. Состоялся круглый стол с представителями муниципальных образований, отвечающих за привлечение экономикой, за устранение административных барьеров в части привлекательности, инвестиционной привлекательности субъекта, ну района в частности. К нам приехали из американской компании, там Boston Consulting Group, нам приехали из японской компании, из японского Снежного Новгорода. Основная задача – это научить наших чиновников правильно вести себя с бизнес-сообществом. Тогда, когда к ним приходят предприниматели, когда к ним приходят заявители на реализацию всех иных проектов. Чувашская республика активно ищет выход на внешние рынки. Но кроме зарубежных контактов, пристальное внимание уделяется и сотрудничеству с регионами Российской Федерации. В Чувашии для представления и защиты интересов республики в остальных субъектах России, а также для установления и развития взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, утверждена должность торгово-экономического представителя Кабинета министров Чувашской республики. В рамках форума по качеству представители Чувашии и сотрудники органов власти собрались вместе для обсуждения плана совместных действий по расширению рынка сбыта продукции предприятий Чувашской республики. У Чувашской республики на данный момент есть семь торгово-экономических представителей в регионах России. Рассчитывать на поддержку предприятия и предприниматели Чувашии могут в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области, в Республике Башкортостан, в Ульяновской и Оренбургской областях, в Красноярском крае, в Республике Татарстан и в Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам обсуждения плана дальнейших действий было озвучено предложение по созданию представителей предприятий Чувашской республики в регионах России с помощью торгово-экономических представителей Кабинета министров Чувашской республики. Кроме того, приглашенный эксперт-исполнительный директор компании «Сибир» Денис Глебов поделился опытом на тему решения организационных вопросов при выходе компаний на внешние рынки и привлечении иностранных инвестиций в региональный бизнес. Сегодняшнее мероприятие я предлагаю использовать именно для освещения практических аспектов для потенциально экспортно-ориентированных предприятий республики, выражающих желание стать экспортерами и выработки практических решений, направленных на реализацию поставленной высшей цели. Для всех нас абсолютно очевидно, что если мы исчерпали емкость регионального рынка, либо не находим на нем отзыва на наше предложение в том объеме, который нам нужен для исполнения бизнес-плана, то нам нужно искать другой, вероятно, зарубежный рынок. В ряде зарубежных стран, так и в большинстве зарубежных стран, на месте есть специализированные агентства, которые позволяют вам оценить потенциал рынка, оценить его, работать стратегию, и, соответственно, быть некими маяками при выводе вашего товара на соответствующий товарный рынок. Для европейских производителей немаловажную роль имеет стандартизация продукта и производство по стандартам 9001, по стандартам 14001 и АСС 18001. По итогам семинара одно из предприятий города Чебоксары выразило заинтересованность в продвижении своей продукции в Оренбургской области. Среди прочих рабочей части мы проводили круглый стул совещания по вопросу взаимодействия торгово-экономической представителей, как мы видим их работу, как мы видим себя в их работе. Это для нас очень важно. Почему? Потому что это дополнительный ресурс для наших предприятий, для нашей экономики, для наших культурных связей. Были представители из Оренбурга, из Татарстана, из других регионов, которые высказали свое мнение по поводу того, как мы можем продвигать нашу продукцию, на рынке тех регионов. Прежде всего, это, безусловно, выставочные мероприятия, это специализированные выставки, это отраслевые выставки, там, где они подготовят для нас предложение по возможной части нашего предприятия. Мы, соответственно, подготовим визит в те субъекты. Кроме того, у нас есть практика проведения дней культуры в различных регионах. Тоже это одно из направлений по обмену культурными традициями. У нас есть опыт в Башкортостане, есть в Ульяновске. Сейчас мы планируем в Татарстане тоже самое провести. Надеюсь, что вот этот круглосуум позволил определить нам дальние шаги продвижения и скорректировать свои планы. С контактной информацией для взаимодействия с торгово-экономическими представителями предприятия могут ознакомиться на сайте Министерства экономики Чувашии на вкладке «Внешнеэкономическая деятельность». Завершила форум уже ставшая традиционной командной игра для студентов «Молодежь за качество». В ней приняли участие 6 команд по 10 человек из 5 вузов Чебоксар. Все это студенты, обучающиеся по специальностям, связанных с управлением качеством и сертификацией товаров. В этом году в жюри вошли директор Института качества жизни Уральского государственного лесотехнического университета Галина Остратова, заместитель директора по науке и инновациям и заместитель директора по общим вопросам Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности Альберт Чернов и Владимир Степанов, а также заведующий сектором развития выставочной деятельности Минэкономразвития Чувашии Сергей Иванов. Мы тоже постоянно проводим всевозможные мероприятия студенческие. Я очень рада, благодарю за честь организаторов форума, что мне выпала такая честь открывать ваши замечательные мероприятия. Это всегда здорово, когда студенты не только учатся, но и имеют возможность для каких-то внеучебных мероприятий, конкурсов, игр и так далее. Сейчас, может быть, вы еще не осознаете, насколько это важно, но когда вы закончите учиться, вы будете вспоминать все такие мероприятия, потому что именно они и создают прелесть и интерес, изюминку студенческой жизни. Я от всей души желаю вам всем успехов. Игра состояла из нескольких этапов. Сначала студенты представили командные визитки, затем капитаны команд соревновались в конкурсах на знания и определения в области качества, ну а позже зрителям и жюри были показаны видеоролики на тему качества услуг, ЖКХ, дорожных работ, медицинских услуг, заведения общественного питания и качества в других актуальных сферах. Субтитры сделал DimaTorzok Третье место поделили между собой команда машиностроительного факультета ЧГУ и команда Чебоксарского института экономики и менеджмента. Второе место заняла команда Чебоксарского политехнического института МГОУ. Ну а первое место буквально отвоевала команда Чувашской государственной сельхозхозяйственной академии, покорившая жюри не только знаниями и интересным видеороликом, но и замечательной презентацией сельскохозяйственных предприятий республики. По итогам игр победители и призеры получили ценные призы и отправились на экскурсию на Чебоксарский элеватор. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и успехов в делах. Чебоксарского политехнического института МГОУ. Субтитры создавал DimaTorzok